Для сельхозпроизводителей весна пора подготовки техники к полевым работам. Для инспекторов государственного технического надзора время проверок. Цель техосмотра это сделать так, чтобы эксплуатация данной техники была безопасной для жизни и здоровья людей, животных, окружающей среды. Техосмотр начинается с проверки документов. Водитель предъявляет инспектору права на вождение технического средства, медицинскую справку и страховку. Особое внимание гостехнадзор уделяет безопасности транспорта. У тракториста в кабине должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Теперь приступают к самому главному – проверке машины в действии. К работе этого трактора претензий нет. Долгожданный талон о прохождении техосмотра будет получен вовремя. Главное для этого, как признаются механизаторы, вести за машиной круглогодичный уход. Вот только рабочих рук не всегда хватает. Ну как захаживать? Ухаживать. Подтягиваясь, смазываясь. Вовремя надо заменить масла какие-то. Механизаторов маловато. Если вы заметили, то некоторые механизаторы на двух тракторах проходят техосмотр. Но работать-то они на двух сразу не смогут. Отделение «Восход» закрытого акционерного общества агроплемфирма «Искра» на техосмотр представило 21 единицу сельхозтехники. Из них 16 тракторов колесных и гусеничных. Модели МТЗ-80, ЮМЗ, ДТ-85 и один из современных марки «Беларусь». Проверили и пять прицепов. По окончании осмотра у нескольких машин не оказалось подсветок госномера и маячков на погрузчиках. Общим же состоянием сельхозтехники в агроплемфирме «Искра» инспектора остались довольны. Неплохие результаты техосмотра и в целом по району. Можно отметить на данный момент «Искру», «Новый путь», «ЗАО «Новый путь»» и «Крюково». Из 23 представленных самоходных единиц сегодня техосмотры прошли 20 единиц. Это очень хороший показатель. Уже в ближайшее время прошедший техосмотр машины отправится на поля. По словам руководителей сельхозпредприятий, погода этому пока сопутствует.